всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия в этом видео я хочу вам показать как вяжется полу патентная резинка поворотными рядами и при вязании по кругу для начала давайте поговорим о поворотном вязание когда мы вяжем один ряд в одну сторону потом разворачиваем вязание и вяжем в другую сторону для начала набираем петли на спицы удобным вам способом и сначала провязываем установочный ряд в котором все петли распределяем на лицевую и изнаночную то есть вяжем один ряд лицевая изнаночная лицевая изнаночная чередуем их получается этот ряд установочный у нас будет по изнаночной стороне далее мы начинаем вязать первый ряд кромочную петлю мы снимаем лицевую петлю провязываем далее у нас идет изнаночная петля и нам нужно сделать прямой накид это вот так накид и изнаночную петлю снять следующая петля у нас лицевая мы ее провязываем как лицевую петлю и снова нужно сделать накид и снять изнаночную петлю и эти два действия можно объединить в одно смотрите накидываем ниточку как для провязывания изнаночной петли и снимаем в итоге у нас получился и накид на спицы и петлю мы тоже сняли следующая петля лицевая снова изнаночная снимается с накидом лицевая изнаночная снимается с накидом таким образом мы с вами провязываем весь лицевой ряд то есть все лицевые ряды будут провязываться таким способом сейчас я довяжу этот ряд и вернусь к вам навязываю последние петли этого ряда изнаночную снимаю лицевую провязываю и провязываю кромочную петлю и теперь мы разворачиваем вязание и начинаем вязать изнаночный ряд кромочную петлю мы снимаем изнаночная петля у нас провязывается лицевая то есть это та петля которую мы снимали в предыдущем ряду вот она у нас с накидом то есть мы эту петлю провязываем лицевой вместе с накидом изнаночную провязали провязали лицевую с накидом то есть здесь все просто главное не потеряете вот эти вот накиды которые надо провязать вместе с лицевыми петлями таким образом у нас получается с изнаночной стороны резинка вот с такими вытянутыми красивыми петлями на в принципе может носиться и на эту сторону мне очень нравится эта сторона то есть мы их провязывали через ряд а с этой стороны у нас петли провязываются в каждом ряду поэтому они такие у нас здесь как будто бы присели немножечко да не такие высокие теперь поговорим о круговом вязание при поворотном вязании у нас были лицевые и изнаночные ряды здесь будут четные и нечетные ряды и не забывайте установить маркер в начало ряда для того чтобы вам было понятно где начинается следующий ряд но у меня конечно же тут вязание по поворотными рядами но сейчас я вам покажу как это происходит по кругу кромочные петли конечно же не будет я ее просто сниму и вот будет этот ряд начинаться круговой представьте что это у меня начинается как будто бы круговой ряд то есть это у нас будет нечетный ряд и мы его провязываем точно так же как в поворотном вязании лицевой ряд то есть точно также лицевые провязываем изнаночные снимаем с накидом все сейчас я довезу до маркера и вернусь к вам итак я закончила первый ряд нечетный и переснимаю маркер то есть у меня начинается теперь четный ряд смотрите что мы делаем лицевую провязываем как всегда изнаночную провязываем вместе с накидом лицевую провязываем как всегда изнаночную провязываем вместе с накидом то есть помните у нас на той стороне в изнаночном ряду мы провязывали лицевые а здесь мы провязываем изнаночные петли то есть таким образом у нас вяжутся с вами четные ряды в нечетных мы снова будем делать накиды чередуем четные и нечетные ряды и у вас получится такая резинка по кругу я надеюсь моё видео было полезно встретимся в новых видео уроках с вами была юля и мой факультет рукоделия не забывайте подписаться на канал пока пока